Всем привет! Хотел сегодня сделать отдельный еще обзор на книгу, которая вышла не так давно в MyCopy. Ее, в общем-то, давно ждали. Это переводное издание нашего черкесского, гиггского политика, историка и этнографа Айтека Дамитока. Айтека Дамитока, он, в общем-то, известен был еще до революции. Он в достаточно молодом возрасте закончил юридический факультет в Петербурге. Потом началась гражданская война, и он входил в различные комитеты, которые вели переговоры с дикой дивизией. Потом он переехал в Екатеринодар, стал заместителем главы Кубанской Рады в годы гражданской войны, где, в общем-то, в том числе защищал интересы черкесов. И вот в одной из делегаций он ехал в Париж. Делегация должна была просить переговоры по итогам Первой мировой войны, шли они просили, чтобы признали независимую Кубанскую область. Вот, они выехали туда, ну и пришлось им там остаться, чтобы их не повесили здесь, потому что Деникин приступил против, и, в общем, часть оставшихся их коллег он казнил. В общем, Айтек Номиток оказался в Европе, там он параллельно учился уже в Сорбонне на филолога, он стал профессором потом, чуть позже стал профессором французского языка. В общем, так и остался в Европе. Где-то к 50-м годам он к своей супруге убыкского происхождения, вот с той же известной политической фигуре Харие, переехал в Стамбул, где, в общем-то, продолжал как профессор работать, и в различных комитетах кавказских участвовал, и как юрист в том числе тоже. И вот он там написал эту книгу «Происхождение черкесов», которая вышла на французском языке, потом ее не так уже давно, в 2000-х годах, перевели на турецкий. Ну, были переводы, конечно, на русский раньше, но не такое хорошее качество, и в основном они очень сужены были. Здесь вот, если мы полную версию видим, то до этого только первый тон был переведен. И вот группа ученых из Майкопа, они собрались, создали комиссию и перевели полностью все труды от Экономитока, изложили вот в такой книге. Ну, что скажу, здесь очень, во-первых, хорошо в предисловии изложена, в общем, биография от Экономитока, и не только его, а еще и других известных черкесов, таких благотворительных, меценатов, общественников и дореволюционного Екатеринодара. Очень хорошо изложена подробная его судьба, некоторые моменты связаны и с ним, и с его супругой. Очень рекомендую вот ознакомиться с этим пунктом. Что касается, собственно, самой идеи, ну, она, скажем так, хороша была до, для 30-х, 20-х годов. То есть, с точки зрения истории этнографии, мысли от Экономитока, они, ну, как бы устарели, вплоть до таких диковатых на сегодня вещей, как вот расовая идея. То есть, для 30-х годов, конечно, это было в тренде. Сейчас многое из этого, кажется, таким даже улыбку вызывает несколько, но здесь немало и такого, что, в общем-то, имеет здравое зерно, здравые корни. Поэтому рекомендую относиться, так скажем так, не как к труду, в котором говорится действительно о просверждении черкесов, а как к такому историческому труду одной из вехи наук, как мысль начала 20-го века об этом вопросе, как к истории, вообще, наверное, к навказоведению, и отнеститься критически. То есть, есть отдельные главы, где, например, вот про дольмен, он очень хорошо написал про дольмены подробно, где какие находили, какие там находки внутренние были, это достаточно действительно интересная история. Подробная, причем он уже сравнивает это еще и с европейскими дольменами. Здесь много по топонимике интересного, по разным историям семей, фамилий, к кому они относятся. Вот эти пункты особенно важны, и там достаточно много интересной информации содержится. В общем, я бы обратил ваше внимание именно на главы 14-ю, 15-ю, 16-ю, ну, отчасти 17-18. Начиная с 14-й главы, там действительно актуальны такие сведения, которые действительно полезны, имеют научную ценность на сегодняшний день. Поэтому рекомендую приобрести эту книгу. Данную книгу я приобрел в магазине «Этно-Черкесия», интернет-магазин, в котором много интересных литературы пока вказывают. В общем-то, довольно оперативно мне прислали эту книжку несколько дней, и я с ней ознакомился. Поэтому, если вы хотите приобрести интересные книги, рекомендую обращаться в магазин «Этно-Черкесию». Да, это как раз тот самый магазин, который когда-то я начинал развивать в 2017 году, но я напомню, что он уже несколько лет принадлежит другому хозяину, который его успешно развивает, и магазин живет и процветает. Поэтому обращайтесь туда, рекомендую. Ну и на этом, пожалуй, все, что я вам хотел сказать. Можно много говорить, конечно, про этот экономиток, эту книгу. Отчасти его биографию вы можете услышать на моей экскурсии «Черкесские меценаты» в Краснодаре, которые я провожу примерно вас в месяц. И, в общем, рекомендую приобрести книжку «Ознакомиться». Это, в принципе, хорошее приложение для тех людей, которые ценят хорошую литературу и ценят в своей коллекции книг о Кавказе. Буду благодарен за отзывы и комментарии. Делитесь с друзьями этим видео, подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч. Всем пока!